всем здравствуйте спасибо большое за ваше время за сегодняшнее за присутствие на сегодняшнем вебинаре как и говорили сегодня мы с вами расскажем о курсе который мы запускаем с компании дата бум во первых я представлюсь расскажу о себе расскажу о своих конкретных проектах которые реализовывал в качестве дата сайентиста затем лиды мал инженера расскажу покажу какие-то технологии какие можно использовать думаю будет интересно мы постараемся провести демонстрацию экрана демонстрацию каких-то того как вообще организована работа мл-инженера как пишется код как правило как делаются тесты и так далее опять же все это на основе личного опыта поэтому всегда бывает что есть вещи которые можно сделать лучше и так далее не бывает ну насколько мне кажется я не встречал идеальных инженеров всегда есть инженеры у которых которым можно чему-то поучиться у которых можно чему-то поучиться это такое именно прелесть работы инженером как раз таки в том что приходится постоянно изучать что-то новое так давайте я начну демонстрацию экрана вы мне пожалуйста дайте знать если видно спасибо большое здравствуйте добрый вечер и так во первых еще раз спасибо вам большое за ваше за то что уделили свое время что присутствует на нашем ознакомительном вебинаре вебинар ознакомит нас с тем что мы с тем курсом который мы запускаемском совместно с датабум курс посвящен основам искусственного интеллекта потому что на самом деле искусственный интеллект это очень обширная область поэтому курс все таки позволит больше прикладном плане понять как искусственный интеллект можно интегрировать те или иные сервисы потому что основы искусственного интеллекта все таки по большей части это линейная алгебра векторная геометрия векторная алгебра линейная геометрия дискретная математика и так далее на данном курсе мы рассмотрим во первых конечно же коснемся этих основ теоретических но все-таки рассмотрим то как те или иные сервисы реализовывать уже готовыми из коробки интегрировать их свой код потому что насколько мне кажется именно знакомство уже с практическими аспектами оно более проходит интересно и уже помогает решить конкретные задачи ну и вот представим что если весь место вас вашу модель обучили лучшие умы планеты ученые из microsoft и так далее хотели бы вот так работать разумеется не все скажут да потому что некоторые предпочитают делать все самостоятельно и в этом есть свой особый шарм но есть определенные проблемы того что когда вы тренируете сами собственную модель во первых проблема заключается в том что могут возникать баги в том числе с вашей стороны и если вы используете какие-то готовые компоненты то вероятность багов резко сокращается потому что это довольно таки хорошо от тестированные участки кода которые интегрируются в систему вашу ваше приложение но тем не менее курс будет посвящен не только использованию готовых сервисов из коробки но в том числе и тому как вы можете разворачивать свою инфраструктуру для того чтобы тренировать свои собственные алгоритмы машинного обучения например вообще существует у microsoft существует при работе с искусственным интеллектом если вот так грубо разделить около где-то три такие большие отрасли 1 отрасль используя искусственного интеллекта это как раз таки использование интеллекта без какой-либо конфигурации то есть на курсе мы рассмотрим что такое и пиай но по сути и рейтфл и пиа это такой вот протокол предположим что у вас существует какой-то фрагмент кода который вы написали которым который вы хотите монетизировать давайте предположим какой простой совершенно пример никто в мире не умеет читать среднеарифметической только вы во всем мире единственного дети этой формулы и вы хотите как-то коммерциализовывать проект но не при этом не раскрывая формулу свою и соответственно вы пытаетесь как-то защитить свой код но хотите чтобы люди им пользовались и видели как им пользоваться и собственно в этом есть и вся суть api то есть я предоставляю какой-то протокол коммуникации между нами между мной и клиентом говорю что вот мой код выполняет следующее а ты должен отправить ему запрос ну вот я даю адрес то есть адрес по которому обращаться это будет мой юрал я даю какие-то ключи потому что я не хочу также если все будут узнать мой адрес но не узнать допустим код от папа от того или иного сервиса то разумеется не все смогут получить доступ и таким образом я как бы защищаю еще одну ступень добавляя защиты свой код и еще это помогает мне в том числе и коммерциализировать мое решение то есть я предоставляю пароль своему к своему api только тем кто оплатил сервис и соответственно я говорю что я принимаю данные входные данные у меня будет массив чисел и на выходе я вам выдаю одно число среднее арифметическое и скажем за каждый запрос я вас беру 50 тенге и соответственно вот так все это происходит и вот api на самом деле это вот как раз таки фундаментальная вещь будет нашем курсе потому что вот это и это есть договор между поставщиком услуг данном случае это будет провайдер microsoft то есть вами когда ну нами как инженерами когда мы используем готовое решение microsoft мы говорим вот я отправляю на вход отправляй текст или картинку на выходе я получить хочу какие-то inside скажем лиц на изображении настроение в тексте и так далее это первый такой сценарий использования сервисов microsoft когда вы полностью просто платите за использование пиа и никак не не интегрировать его свою то есть никак не перерабатывать его это алгоритмы которые были использованы тренированы на машинах microsoft это собственный алгоритм microsoft также использованы их собственно существует другой сценарий когда вы используете microsoft только как поставщика облачных услуг можем у нас также вот допу предположим что мы арендовали сервер казах телекома на нем развернули свое свое решение это же самое происходит с microsoft то есть microsoft строит по всему миру крупные дата-центры и вы арендуете какую-нибудь машину чем это удобно это тем что вы платите вы берете эту машину в аренду на смысле машину имеется ввиду компьютер вы его берете в аренду вы не за какой-то определенную машину вы платите за время которое вы этим этой машины пользовались что на самом деле очень гибко и удобно потому что самом деле машины но смысле процессор развивается очень быстро и какой-то момент вам необходимо будет апгрейдить свою инфраструктуру если у вас локально вы закупаете там последний mac 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 и на процессорах m3 mac m3 ultra m3 pro и так далее и и какой-то момент они устаревают и вам необходимо будет обновлять каждый раз свои машины и в этом случае выгодно очень использовать технологии microsoft потому что вы можете создать кластеры просто абсолютно любой величины развернуть свое решение натренировать свои собственно со своим кодом своими данными натренировать свои алгоритмы создать сами собственные пиай и уже использовать его в бизнесе или перепродавать скажем свои решения уже сами как поставщик искусственного интеллекта есть это был второй сценарий есть третий сценарий это гибридный вариант когда опять же вся инфраструктура развернута на microsoft все алгоритмы microsoft узкие данных тоже вы можете как-то подогнать модель под свой сценарий и допустим один из ярких примеров такого использования может быть скажем кастом ажер кастом vision моего кстати тоже быстро покажем то когда вам microsoft предоставляет через api опять-таки доступ к своей большой нейронной сети которая есть десять десятки тысяч классов миллиарды и так далее который у которой есть какие-то понятия скажем она может отделя отличать машину от автобуса ну то есть автомобиль легковой от автобуса и так далее но при этом вы хотите его натренировать на самом специфическом специфическом каком-то сценарии предположим ну давайте предположим что вы занимаетесь агробизнесом и вы хотите определять по фотографии у нас это на техника или самоходная прицепная это может быть там жадка самоходная техника это у нас комбайн или трактор и соответственно искусственный человек microsoft это всего у него есть какие-то общие понятия о машинах но вы хотите на интернет конкретно вот научись определять трактор комбайн жадко и здесь как раз таки вы можете подгрузить свои собственные данные технически что происходит есть нейронная сеть и в ней много слоев и microsoft разрешает вам последний от одного до трех последних слоев заменить своими собственными данными и запустить тренировку и теперь это уже собственно ваша модель которую может также экспортировать локально но изначально она была натренирована на данных microsoft это такой гибридный формат когда вы адаптируете алгоритмы microsoft под свои нужды опять же хотелось утащить по основным моментам во первых до того как мы перейдем уже конкретно к демонстрации самих проектов даты курса таланы поправьте мне если ошибаюсь то даты курса нас 18 ноября по 24 декабря пять недель 49 900 тенге вместо 99 900 тенге для участника вебинара нет предреквизитов но будет плюсом общее понимание и пьян и пьем и рассмотрим с вами но если вы уже знаете вам будет легче принципе понимать но мы на курсе все начинаем с нуля у нас специально подготовлено было пустая пустой компьютер без ничего мы полностью с нуля все установим visual studio код компилятор python все необходимые расширение библиотеки все это мы с вами рассмотрим и соответственно если у вас есть уже база фундаментальное понятие программирования python это плюс но если нет базовых понятий как раз таки этот курс может быть том числе одним из первых этапов для того чтобы понять потому что самом деле мы здесь поэтапно также рассматриваем основные какие-то вещи и задания рассчитаны на те кто не не знает но помимо помимо усложнения курса он все таки будет больше понимать базовые понятия python такие как функции цикла и переменные так далее ну парби я и на самом деле это плюс но не обязательно опять-таки при реквизит просто он помогает понять как можно органировать табличные данные потому что табличными данными иногда все-таки будем пользоваться но опять же все это объясняется на курсе мы создаем во время работы мы делаем такие пять мини-проектов с использованием компьютерного зрения обработки естественного языка конечно же чат gpt и создаем свои собственные на самом деле мини-проектов больше имеется ввиду 5 тематик мини-проектов потому что каждое задание это такой вот мини-проект уже с конкретной с конкретно определенной задачей который вы можете в принципе дуплицировать на своем как сказать на своем устройстве с тем чтобы протестировать тот или иной сервис и на самом деле мое личное большое желание именно как раз таки в том чтобы подстегнуть в том числе ваше воображение потому что чтобы у вас появилось желание опять создавать свои собственные сервисы создавать свои собственные решения которые вы можете либо на основе которыхamed вы можете сможете в будущем создать свой бизнес или интегрировать их уже в свою работу, потому что часто встречаются люди, у которых есть, правда, крутая проработанная идея, но при этом нету достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать его, нанять команду ML-инженеров, Data Scientist и так далее, чтобы создать тот или иной сервис. И вполне возможно, что интегрируя вот этот сервис в свое собственное решение, вы сможете реализовать прототип, который вы сможете уже продемонстрировать потенциальным заказчикам. Ну, например, предположим, что у вас есть идея, скажем, у меня есть база данных моей компании, сотрудников моей компании, я хочу, чтобы автоматически дверь открывалась, при этом установить камеру. И если вы знаете, допустим, что есть сервис Microsoft, который может определять с помощью также API, определять схожести между лицами, то вполне возможно, что вы можете использовать. Мы также рассмотрим, но это уже ближе к последним неделям, мы рассмотрим, как реализовывать конкретные проекты с использованием обработки видео, входящего в видеосигнала. Ну, опять же, хотелось бы вначале представиться, потому что все-таки нужно понимать, кто ведет курс. Меня зовут Жаку Фалибек. Я в 2016 году бакалавриат по специальности компьютерного инженера в Муите. Если я здесь кто-то с Муитой, то всем привет. Затем на четвертом курсе я выиграл стипендию французского правительства для того, чтобы учиться в магистратуре высшей школы инженера в Франции в городе Сержи. Моя школа называется ИСТ. Сейчас она переименовалась в школу СИТЭК, но это потому что они объединились с несколькими крупными школами, потому что цель школы, которой я учился, как раз попасть в топ 15-20 университетов мира. Ну и, соответственно, во Франции я учился, также я продолжал учиться по тематике компьютер-сайенс, но больше с акцентом на интернет-вещей. То есть все, что связано с телекоммуникациями, протоколами, разработка мобильных приложений, интернет-вещей, опять же, там, edge-компьютинг, то есть когда вы создаете, допустим, запускаете на роботе, на чипе и запускаете программу автономную, которая может работать даже при привязке к интернету и, собственно, такого рода проекты. И во время учебы я попал на стажировку в компании Expert Time, и после стажировки компания предложила мне, во Франции это называется alternance. alternance – это такая система, когда компания платит за вас оставшуюся часть обучения и платит вам зарплату, и вы последний год учебы работаете у них и параллельно учитесь. И это такой трехсторонний контракт между вами, школой, ну, в смысле, школой или университетом и вашим работодателем, когда вы договоритесь о том, с какой периодичностью вы работаете. Скажем, я работал, я учился с понедельника по среду, четверг-пятницу я уходил на работу. И, соответственно, после alternance компании был интерес как раз-таки alternance мне платить, чтобы предложить мне в последующем работу. Так во время стажировки они сразу и сказали, что мы оплатим следующий год с таким обещанием, что вы, ну, ты останешься после alternance, скажем, у нас работать. Будешь работать в команде по искусственному интеллекту. Собственно, так я и присоединился к компании ExpertTime. А ExpertTime компания является партнером Microsoft. Это означает, что часто у Microsoft есть крупные клиенты, но для реализации Microsoft сам не реализует, Microsoft продает свои сервисы. А для того, чтобы реализовывать, уже доводить до конечной точки, до конечного приложения все эти решения, нужны субподрядчики. И вот такими субподрядчиками являются партнеры Microsoft, в том числе вот моя компания, которая реализовывала, брала на субподряд многие крупные заказы Microsoft и реализовывала их, что, в принципе, для Microsoft выгода в том, что они продаются. Для нас выгода в том, что у нас есть заказы, и в том числе наши команды. У нас, потому что не только команды искусственного интеллекта, у нас есть команды DataVis, команды по обработке данных, DataAnalytics, веб-разработчики и так далее. И, соответственно, это нам помогает в том числе нарабатывать портфолио, нарабатывать опыт работы в промышленных проектах. И в 2019 году я стал Microsoft MVP. Если вы следите за DataBoom сообществом и, в частности, за Катей Рехерт, то вы знаете, что такое MVP. MVP – это награда, которую дает Microsoft за вклад в развитие технического сообщества. Я, когда работал, когда начал, и во время стажевки, и в том числе, когда начал работать в ExpertTime, очень много отвечал на вопросы. Есть такой сайт Stack Overflow, где происходит обмен вопросами-ответами по конкретной тематике. Отвечал на вопросы на Stack Overflow, на форумах MSDN, на технические вопросы. Публиковал какой-то код, открытый в GitHub. Участвовал в том числе в open-source Microsoft проектах. То есть Microsoft выкладывает в GitHub свой проект, и все желающие могут каким-то образом контрибьютить, так сказать, внести свой вклад в развитие того или иного продукта. И там несколько, может быть, пару десяток строк кода некоторых продуктов, на некоторых сайтах Microsoft, они написаны мной. На самом деле этого никто не видит. Кроме того, если вы прям зайти на тот или иной проект, посмотреть pull requests. Pull requests – это каждый запрос в GitHub, и те запросы там где-нибудь будет среди тысяч-тысяч строк, там будет мое имя. И, соответственно, писал много у меня на своем сайте, adrookie.com. Писал статьи о том, как реализовывать ту или иную технологию, какие у меня случались ошибки и так далее. То есть делился своим опытом, и за счет этого Microsoft в 2019 году мне присвоило звание MVP в категории «Искусственный интеллект». И, соответственно, это награда, которая звучит ежегодно. И, соответственно, я получал ее с 2019 года, ну, пока что каждый год. Вот, собственно, мои сертификации. Но сертификация – это уже немножко другое. Это в том числе требования работодателя. Когда ты работаешь с технологией Microsoft, то, конечно же, работодатель может от тебя требовать в том, чтобы ты постоянно свои навыки поддерживал на должном уровне, постоянно обновлял свои сертификаты, обновлял какие-то свои, проходил постоянные тренинги и так далее. И во Франции чаще всего в таких компаниях, которые являются партнерами крупных игроков, то все эти курсы, сертификации, они оплачиваются работодателем. И выделяется, в том числе, во время этого рабочего дня, выделяется определенное время на, как у нас называется, то есть поднятие уровня своих компетенций. Ну и, как я и говорил, есть все вот как раз-таки мои онлайн-identities, которые мне помогли получить MVP. MVP – это мой сайт, therookie.com. Мой профиль, стакорфлоу, наверное, его тяжело будет скопировать, я все ссылки вам предоставлю. Профиль MVP, как раз-таки на котором просто дана краткая биография, но раньше можно было на профиле MVP смотреть, в том числе и Activities, но Microsoft в этом году обновила фронт сайта, и теперь можно смотреть только в целом публичный профиль. Ну и GitHub. Есть некоторые там проекты в открытом доступе, которые можно копировать, тестировать, если есть такое желание. Ну и, соответственно, перейдем давайте к проектам, которые я реализовывал. На самом деле проектов было больше, но я выбрал наиболее интересные с точки зрения функционала вещи. Первый проект – это компания Alltricks. Alltricks – это такой marketplace спорттоваров, очень популярный во Франции. Это был изначально стартап, который выкупил компанию Decathlon. По-моему, у нас в Казахстане она тоже есть, эта компания. И проблема, с которой нам обратились Alltricks, заключалась в том, что вот на этом marketplace можно было самостоятельно загружать, то есть партнеры сайта, как продавцы, могли загружать свои товары, и когда они загружали свои товары, то у них выплывало такое, каждый раз выплывали сплывающие окна там с списком категорий. Которые присвоят тому или иному товару. И часто продавцы не особенно уделяли время тому, чтобы изучить, какие категории вообще существуют на сайте, и выбирали категории совершенно на... И вот здесь конкретный пример, когда продавец загрузил... Здесь это у нас спортивная шапочка, он загрузил свой товар, и вот здесь у нас колонка Original, и в колонке Original стоит категория, которую продавец ввел. И эта категория у нас называется часы, которая никакого отношения к данному товару не имеет. И, соответственно, проблема возникает в том, что для инвентаризации, для доставки это создает определенные трудности. Потому что сайт... Потому что у нас, допустим, товар должен находиться в категории головные уборы, а он находится в категории часы. Что никакого... Абсолютный нонсенс. Но при этом как-то пристыдить продавца не получится, нельзя его проконтролировать. И была идея... Это был проект еще в 2020 году. Идея была в том, чтобы создать искусственный интеллект, который все это проверяет дело. И, соответственно, мы создали две модели искусственного интеллекта. Одна анализирует описание товара, другая анализирует его фотографию. И вот вы видите, лакомодавшим с серону текст, лакомодавшим с серону имя же. Это у нас как раз-таки две модели. Одна модель, которая анализирует текст, и вторая анализирует картинки. И здесь она выдает... Ну, то есть после того, как мы прогнали вот этот тестовый плохой пример через нашу модель, она сказала, что она красным выделила все, что она не согласна. И сказала, что, скорее всего, товар подходит под категорию либо под категорию головной уборой спортивной, либо под категорию ретро спортивной головной уборой товары для мужчин и так далее. То есть у нее есть визуальный образ и есть текст. И по ним есть какое-то несоответствие с той категорией часы, которую выбрал продавец сайта. И вот, собственно, это конкретно для того, как мы реализовали наши решения. И вот здесь как раз-таки... Ну, если для текста мы использовали... На тот момент не было чат GPT еще моделей. Существовала, по-моему, на тот момент существовала модель GPT-2. Но она была такая нишевая. Только дата-сайентисты, исследователи в лабораториях знали, что суть такая модель GPT-2, ее и никто особо не пользовался. И, соответственно, мы тренировали свой собственный классификатор с тысячами классов, потому что у нас здесь категории, может быть, тысячи. И, соответственно, вот эта модель искусственного интеллекта... Тогда мы использовали модель алгоритма хэширования. Это то, чтобы хэшировать текст и перевести его в векторный формат. Затем использовали статистические алгоритмы типа там KeySquared или корреляцию пирсона для того, чтобы уменьшить размерность нашего векторного поля. И потом, натренировав модель, мы использовали также все это, разворачивалось у нас. Azure просто используется как огромный такой дата-центр, на котором мы разворачивали свои эксперименты. И создавали потом в том числе веб-сервис на основе этих алгоритмов. Но для изображений вот как раз-таки мы использовали гибридный формат, потому что для каждого товара у нас не было тысячи изображений, чтобы натренировать классификатор. У нас было там один-два максимум изображения. И, соответственно, для этого мы натренировали классификатор, уже из готового классификатора Microsoft, загрузили туда просто изображения с сайта, посмотрели, как все крутится-вертится, и остались довольны. И настолько довольны, что этот проект долго висел на сайте Microsoft, официальном сайте Customer Success Stories, потому что у Microsoft есть такой каталог успешно реализованных проектов. И там было вот целое рекламное видео, которое рассказывает, как они реализовали с помощью вот моей компании ExpertTime и с помощью технологии Microsoft вот такое вот элегантное решение. Следующий проект немножко отличается. Это компания Conformat. Conformat, который является экспертом мировым, одним из мировых лидеров в сфере ультрачистоты. На самом деле компания небольшая, но с очень большим оборотом. У компаний около 40 сотрудников, и на 40 сотрудников у них больше 20 миллионов евро оборота ежегодно, потому что они заняли вот эту нишу ультрачистоты. Они поставляют оборудование и товары, необходимые для белых комнат. Белая комната – это такие ультрачистые помещения, где происходят разные эксперименты, где происходят различные анализы, или, скажем, это предкарантинная зона, где необходимо как раз-таки соблюдать абсолютную чистоту до того, как мы из нее выходим, до того, как перед тем, как в нее заходим. И, соответственно, идея проекта заключалась в том, что оператор иногда, ну, это же человеческий фактор, оператор, то есть тот человек, который заходит в белую комнату, он может устать. И когда он устает, он может в какой-то момент плохо надеть защитное оборудование, например, снять маску, потому что устал, или снять защитные очки и так далее. И искусственный телег должен все это дело анализировать и сигнализировать, когда ему не понравилось то или иное действие оператора. И все это крутится без привязки к интернету, что самое важное, потому что все это должно было крутиться как-то на локальном экране. И, соответственно, мы создали вот такой у нас был партнер, который реализовал железо, то есть у нас был такой вот большой-большой электронное зеркало, и в нем внутри, это на самом деле была первая версия прототипа, сейчас он, зеркало гораздо больше, а это была версия первого прототипа, еще до того, как мы реализовали настоящий пилот, она была представлена на салоне. Каждый год происходит выставка Contamine Expo, и на этой выставке мы тогда, помню, презентовали первую версию этого проекта, он крутился на настоящем компьютере, дальше мы каждый раз улучшали саму продукцию, и в конечном счете мы создали такой вот прототип, вот такое вот, как вы видите, зеркало здесь, в нем уже не настоящий компьютер, а микрокомпьютер крутится, раз перепай четвертой версии, модель полностью локальная, то есть без какой-то привязки интернета, это в том числе по европейскому законодательству, мы не имели права отправлять фотографии в облако. Ну, собственно, это в целом в том числе европейское законодательство, которое блокирует, в том числе не разрешает использовать данные, допустим, с публичных камер наблюдения, поэтому, допустим, такой проект, как Сергек, например, здесь запрещен, именно потому что он считается нарушением вторжения в личную жизнь. И, соответственно, нам нужно было также натренивать модель, адаптировать ее под микроконтроллер, и в том числе создать вот, потому что микроконтроллер все-таки обладает ограниченной памятью, поэтому нам очень много приходилось оптимизировать сам код, то есть писать его, переписывать, потому что мы запускали первую версию, она крутилась долго, и это так, как это видео в реальном времени, это все-таки зеркало, то нужно, чтобы видео запускалось в реальном времени и так далее. И затем дальше все это дело потом крутилось, 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 и до тех пор, пока мы не смогли настоящее время реализовать на нашем устройстве. И что самое интересное было здесь, в том, что мы показывали этот проект, уже законченный, завершенный прототип, мы показывали его двум министрам во Франции. это Оливье Дюсо и Женевьева Дарьевски, Дарьевски, у нее сложная фамилия, и сейчас, прошу прощения, извините. Спасибо. Спасибо. Прошу прощения мне, небольшая заминка, вот что. И этот проект мы показывали как раз-таки министру труда и министру по делам людей с особыми потребностями, это два разных министерства, и как раз-таки, когда мы установили первый прототип в настоящем зале, в настоящей белой комнате, то приходила вот пресса, приходили вот министры и смотрели этот проект. И вот небольшая демонстрация, это как раз-таки, это было записано не с экрана, а адаптированная версия с компьютера, как все это работает. То есть мы анализируем голову, мы анализируем и руки. И здесь появляется красный, красный квадратик, дальше все переходит в зеленый цвет, и конкретно модель показывает, где и в каком месте ему не нравится то, как оператор одет. То, знаешь, все нормально, просто хотел уточнить, все нормально, все у меня слышно, видно, чтобы... Да-да, вас слышно. Спасибо большое. Так, следующий проект, это уже больше как раз-таки может быть интересен аудитории DataBoom, потому что здесь мы его реализовали в том числе на Power BI. Это проект для компании LVMH, это, наверное, одна из самых крупнейших компаний во всем мире, во Франции, в том числе, точно крупнейшая компания во Франции. Это Louis Vuitton Moet Hennessy. Из названия можно понять, что это крупнейший конгломерат всех люксовых брендов. В него входят в том числе такие бренды, как Kenzo, Dior, Bulgari, Louis Vuitton. Ну, очень много, по-моему, наверное, почти каждый, если люксовый бренд взять, то он так или иначе связан с брендом LVMH. И здесь у нас нужно было анализировать данные по дистилляции, по дистилляции их продукции. В данном случае дистилляция была коньяка Hennessy XO. И во время дистилляции нужно было определить, в том числе, в какой момент случается аномалия. Потому что компания дистилляции проходит два раза в год, она проходит весной и осенью. И в этот момент, это такой очень серьезный момент, потому что от этого зависит полностью весь, ну, работа всего следующего, последующего года, всех последующих месяцев до следующей дистилляции. И, соответственно, каждый год нужно анализировать эти исторические данные, понимать, как, в каком моменте возникала во время дистилляции та или иная проблема. Те проблемы, которые не можно объяснить химически, что, допустим, здесь у нас там падало давление или падал напор во время дистилляции. И при этом нет химических обоснований этому, но мы можем найти в этом конкретный момент, когда это произошло, и сопоставить с фактами, допустим, с проблемой поставки газа. Но это был конкретный случай, когда из-за проблем с поставками газа у них возникли проблемы с дистилляцией. И, соответственно, вот такие моменты, такие аномалии во время в данных необходимо было находить именно с помощью искусственного интеллекта, чтобы искусственный интеллект анализировал каждую неделю и каждую переменную, и, соответственно, для каждой перемены выстроил вот такие графики и говорил, что, допустим, здесь, вот вы видите справа, ему не нравится то, как, допустим, вот на, это у нас какой-то на сотый день, сотый день дистилляции произошла какая-то аномалия в двух местах, и он говорит, что мне кажется, что вот с переменной, вот с этой переменной произошли проблемы. В общем, каждая перемена – это один датчик, потому что на заводе во время дистилляции существует много-много-много датчиков, датчик температуры, давления, какие-то датчики насыщения теми или иными газами и так далее. И каждый датчик отправляет, и в реальном времени отправляет всю эту информацию. И, соответственно, искусственный интеллект агрегирует все эти данные и сам принимает решение. В этом была и вся и суть, что искусственный интеллект сам решал, что соответствует норме, а что не соответствует. При этом у искусственного интеллекта, как вы понимаете, нет понятия вообще, что такое дистилляция коньяка, но у него есть исторические данные за все предыдущие годы. И он, просто интерполируя все эти данные, может сказать, что да, это не похоже на то, как вот эта перемена должна вести себя на сотый день дистилляции. Ну, скажем, вот этот параметр, он не должен вот так вести себя. И, на самом деле, такой интересный пример, потому что он довольно-таки инновационный, потому что до этого никто таких идей не генерировал. Но вот компания LVMACH придумала идею совместно с Microsoft для того, чтобы реализовать вот первый прототип, который оказался успешным, потому что, на самом деле, много вот таких аномалий в производстве можно удалось найти благодаря этому решению. И в том числе, благодаря этому, мы реализовали еще и другой проект, проект, именно который заключался в том, чтобы анализировать конвейерный процесс на заводе LVMACH, там, где во время конвейера у нас возникала проблема именно с упаковкой. В каком-то месте конвейер немножко замедлялся, рукав плохо срабатывал, и упаковка замедлялась. А представьте, что один товар стоит в районе 200 евро, то в одной упаковке может быть до 6 компонентов товара, то есть это 1200 евро в одной упаковке, в одну секунду проходит 2-3, 2-3 упаковки, то есть это где-то 3600 евро в секунду, которые генерируются вот так ежедневно на конвейерном производстве, особенно вот на таких люксовых брендах. И, соответственно, любая секунда, любая секунда промедления, она чревата большими денежными потерями. И, соответственно, сам конвейер заменять – это очень длительный, долгий процесс, и поэтому LVMACH нашел совместно с Microsoft опять-таки, нашел такое элегантное решение, которое мы потом уже реализовывали как инженеры. Оно заключалось в том, что нужно поставить по всему заводу камеры, и камеры определяют, смотрят на рукав и учатся тому, как рукав ведет себя в нормальных условиях. И потом, когда в какой-то момент возникает аномалия, скажем, рукав слишком медленно опускается, и при этом искусственный интеллект сверяется с данными с других камер, говорит, что на том участке бутылки движутся нормально, а вот здесь рукав движется почему-то медленно. Почему? И отправляет смс-уведомление сотруднику завода. Сотрудник завода, приходя на это место, понимает, что возникла на рукаве та или иная аномалия, он ее исправляет, рукав за руку начинает крутиться нормально. При этом, если этого не было бы решения, то совершенно сотрудник завода мог и не узнать, что возникла такая аномалия, и продукция могла крутиться весь день вот с таким поврежденным рукавом, и, соответственно, в конце дня компания могла бы не досчитаться 10 миллионов евро, и таким образом потом уже пересматривать все записи. А таким образом искусственный интеллект смог ускорить весь этот процесс, проанализировать все, выдать смс-уведомления, и буквально там за несколько секунд эту аномалию исправить. И при этом искусственный интеллект – это не человек, он никогда не спит, он всегда бдит за вот этим процессом, что, в принципе, помогло в том числе еще и проанализировать в целом, как работает весь процесс, и как можно, может быть, возможно, в будущем оптимизировать процесс упаковки товаров. Еще один проект, который мне лично очень нравится, потому что, на самом деле, я большой любитель канцелярских товаров, особенно таких вот недорогих ручек. Мне не особо нравятся вот люксовые ручки, но я очень люблю вот такие обычные шариковые ручки. Это вот прям моя любовь с детства. И когда к нам обратилась компания БИК, а БИК – это мировой лидер по производству шариковых ручек, вот, допустим, вот эта самая знаменитая ручка БИК, это вот самая классическая шариковая ручка, но у нас таких тоже полно, вот с таким вот фирменным колпачком. И, соответственно, здесь нужно было, ну, помимо того, что у них есть ручки, они производят очень много разных других канцелярских товаров, и нужно было им создать такое элегантное решение для того, чтобы вместе с родителями можно было генерировать корзину, потребительскую корзину на основе фотографий. Во Франции, как происходит все это дело, школьные товары, они вывешиваются, в смысле, перед началом учебного года, классный руководитель вывешивает на стекле вот такой список, вот как вы здесь видите, это настоящий вот список, который в школе вывешивается для каждого класса, то есть для каждого уровня, у них там градация идет не как у нас, там 1, 2, 3, 4, до 11 класса, у них там идет CP, CEU, CM и так далее. И вот для каждого класса по букве и по цифре выделяется определенный список back to school, называется, или liste scolier по-французски, список товаров, концтоваров, которые нужны на год, ну, то есть все концтовары, которые нужны на год, то есть чтобы их купить один раз и потом больше об этом не задумываться. Но так как это такой список, и потом родители вбивают все эти товары вручную, то BIC хотел автоматизировать этот процесс и предложил вот такое внедрить, внедрить такое решение, когда можно фотографию загрузить на сайт, и искусственный интеллект, прочитав каждый товар, прочитав его описание, мог бы найти соответствующий номер товара в каталоге BIC и сгенерировать, соответственно, вот эту мою, в общем, мою корзину. В ней был бы уже очень уход продукта и количество товаров необходимое. И чем на самом деле это было круто? Тем, что помимо того, что искусственный интеллект, во-первых, находил точно товар, который соответствовал тому или иному запросу, но в том числе подгонял количество. И вот здесь, допустим, у нас есть пример, когда у нас искусственный интеллект, когда у нас здесь в вот этом списке есть товары типа там реглию градюе, то это реглию, это такой угольник, угольник, линейка и еще что-то, и он предлагает купить искусственный интеллект, вместо того, чтобы предлагать конкретно каждый раз товары по этой категории, он предлагает вместо всех этих трех товаров купить одну готовальную. Один набор, здесь называется он Кидид Хастер, то есть такой набор для черчения, набор для черчения, в котором уже есть линейка, уже есть угольник, уже есть все необходимое для того, чтобы чертить, и это гораздо выгоднее купить, чем, скажем, покупать отдельно все эти товары. И, соответственно, ну, для того, чтобы перед тем, как все это выкладывать уже в общий доступ, БИК создала какой-то буфер, то есть у них был посредник, то есть у них партнеры компании загружали фотографии с разных школ через их платформу, и на их платформе оператор сидел, до того, как они обратились к нам, оператор сидел, подгружался, оставлял список всех товаров, просматривал его в каталоге и вручную подбирал код каждого товара. То есть у нас вот было описание товара, и здесь он проставлял коды, и потому что он примерно знал, где что находится. И, соответственно, у него уходило вот на анализ какого-то определенного количества документов, ну, уходило где-то, мы потому что считали, сколько мы выиграли времени, у него уходило около трех с половиной часов. И после внедрения этого искусственного интеллекта, когда оператору искусственный интеллект помогает подобрать товары, во-первых, он оцифровывает весь текст, ну, на самом деле, это уже не такая новинка, но на тот момент это было очень важно, именно интегрировать его в рабочий процесс, оцифровку текста, и в том числе находить соответствие в базе данных. Причем соответствие это не такие, как, допустим, классический поиск по базе SQL, когда вы пишете там select и where, там какая-то колонка like, и там просто прописываете текст. Здесь именно семантический анализ самого товара, потому что, допустим, угольник и набор для черчения никакого общего, никаких общих слов не имеют, но при этом искусственный интеллект может находить между ними логическую связь. И, собственно, в этом и была вся суть проекта. И после внедрения этого проекта оператор стал затрачивать на то же самое время, на то же самое количество документов вместо трех с половиной часов 15 минут. Что на самом деле, ну, как представляем, в разы повысило продуктивность работы вот целого отдела, который занимался оцифровкой вот этих школьных списков. Следующий проект, он уже чисто к компьютерному зрению относится. Это проект компании Евротуннель. Евротуннель – это компания, которая заведует шлагбаумом, руководит шлагбаумом перед входом в туннель через пролив, под проливом Ла-Манш. Наверное, вы все знаете вот этот знаменитый туннель через Ла-Манш. Он проходит прямо под землей. Это франко-британская граница. И идея была в том, что французская сторона хотела отслеживать количество въезжающих, количество выезжающих машин. Но при этом она имела право, потому что без привязки к каким-то определенным номерам, то есть здесь мы номера не анализируем, мы просто собираем голую статистику просто по количеству входящих, исходящих машин, без привязки к определенному человеку и без привязки к определенному номеру. Соответственно, права личной жизни здесь не нарушаются. Здесь единственное, что происходит, это вот как раз-таки общий статистический анализ. И для этого мы использовали уже модели PyTorch. Это такие open-source библиотеки, которые нам помогали в том числе определять количество машин, автомобилей и в том числе горит зеленый свет или красный свет и так далее. Вот здесь вы видите, это у нас такая небольшая демонстрация того, как на границе движутся машины. Это вот все машины, которые уезжают из Франции в Великобританию. То есть они сейчас въедут в туннель. И, соответственно, на нашей стороне, как мы это все видим, то есть вот то, что видит пользователь, оператор, опять же, включу еще раз запись, а как мы все это видим, мы собираем статистику по каждому, если, как вы видите, по каждой очереди ожидания. И здесь, помимо того, что мы использовали некоторые готовые сервисы Microsoft, в том числе для того, чтобы определить, горит светофор или нет, мы много программировали, в том числе с библиотеками компьютерного зрения, для того, чтобы иметь возможность разбивать, во-первых, саму сцену на полигоны и затем уже анализировать, собирать всю эту статистику. Вся эта статистика, она отправлялась в Excel-файлы. Но эти Excel-файлы уже следует ожидать того, что они были анализированы уже в Power BI для того, чтобы просто просматривать статистику и смотреть в зависимости от дня или в зависимости от какого-то времени дня или в зависимости от какого-то дня недели. У нас было столько или столько-то машин. И смотреть, когда у нас были пики уезжающих машин или приезжающих машин во Францию или из Франции. Другой проект – это у нас проект стартап, который к нам обращался. Он называется Sinan. Идея, на самом деле, про стартапы была очень инновационная. Визуализировать все научные статьи мира в виде вот таких графов. Вот, давайте сейчас покажу. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и, соответственно, как вы видите, этот граф, чтобы создать этот граф, все-таки нужно забрать данные и все их проиндексировать для того, чтобы иметь возможность в реальном времени искать по этим данным. Но представьте, все научные статьи мира – это терабайты и терабайты данных. Если вы уже там не говорите о каких-то пета-байтах данных, потому что каждый день публикуются новые и новые научные статьи, и для того, чтобы все это проиндексировать, нужны вычислительные мощности. И в данном случае мы использовали сервис Microsoft, который называется Azure Cognitive Search, который позволял как раз-таки проиндексировать любое количество данных и создать такой эластичный сервис для поиска по данным, который мог в зависимости от количества данных либо сужаться, либо расширяться, то есть внутри там могли крутиться. В нашем случае мы для первой версии у нас был кластер из 36 ядер, ну, скажем, 36 одноядерных машин, просто для того, чтобы просто пробежаться по всем данным, проиндексировать их и иметь возможность быстро найти те или иные информации по той или иной статье. И дальше уже Синанс с их алгоритмами визуализации использовал наш сервис просто для того, чтобы понять, какие взаимосвязи существуют между статьями, выделить наиболее такие, наиболее часто цитируемые статьи, цитируемых авторов и понять, вот, скажем, определенную мы область хотим визуализировать и говорим, да, вот у нас есть такая область, она в течение времени менялась таким образом, и мы видим, что у нас те или иные статьи были наиболее значимы в этой сфере. Для тех, кто занимается докторской, например, пишет, это очень удобный сервис, потому что во время докторской, наверное, большую часть времени вы проводите за тем, что вы смотрите библиографию, ищите ссылки, находите каждый раз новую статью, пробегайтесь по всем ссылкам этой статьи, по всей библиографии, потом с этой библиографией новые статьи находите, и в этой новой статье опять находите все ссылки, всю библиографию, и это вам помогает в том числе понять, иметь общую картину в своей голове того, как та или иная отрасль выглядит. А здесь все это реализовано в виде такой трехмерной пространственной модели графов, где вы можете между графами смотреть, как все это происходило. Ну и, наконец, еще один проект для компании Geodis, которая занимается логистикой. Мы создавали проект для поиска, распознавания изображений, потерянных изображений на складе. Искали эти изображения в каталоге компании, потому что в каталоге компании больше 200 тысяч наименований, и предположим, что мы нашли какую-то потерянную запчасть на заводе, захотим ее отсканировать с помощью мобильного приложения, сканируем, и искусственный интеллект нам выдает топ-10, там, топ-30 наиболее похожих изображений. Проблема в том, что это, да, это, можно сказать, тоже Google Image поиск, но Google Image – это все-таки облачный сервис, и в том числе Google Image будет искать по всему интернету, а нам нужно создать свой собственный алгоритм, свою собственную модель, которая будет искать данные только-только-только по нашей базе данных. И для этого мы, опять же, использовали сервис Azure Machine Learning, развернули свою инфраструктуру и тренировали всю эту модель самостоятельно, которая вот нам искала похожести в нашей базе данных. На самом деле у нас даже про это есть видео на YouTube на канале Катерина Рехерт объяснение того, как этот проект был реализован, поэтому, если вам интересно, все эти ссылки я вам предоставлю в описании. И очень интересный проект, который мне самому очень нравился, это синтетическая генерация голоса. То есть в данном случае это компания, которая занимается строительством. Она у нас в Казахстане тоже есть, кстати, их филиалы. И эта компания генерировала голос очень известной журналистки. Она была официальным голосом этой компании, ну, одной из дочерних предприятий этой компании. И во время коронавируса возникла проблема от того, что все студии были закрыты, а при этом обновить голосовое сообщение не было никакой возможности, потому что необходимо резервировать студию звукозаписи, резервировать календарь вот этой французской журналистки. Она очень известная во Франции, и поэтому у нее очень такой забитый довольно-таки график. И после того, как все эти административные дела улягутся, то может уходить до 10 дней просто для того, чтобы банально обновить сообщение на автоответчике компании. И что мы сделали? Мы за 2,5 часа наговорили, вместе с этой журналисткой наговорили тексты, ну, там, на 400 текстов, таких коротких по 15 секунд. Все это мы залили в облако Microsoft, и здесь мы уже использовали готовое решение Microsoft, которое называется Custom Neural Voice. И оно сгенерировало нам на основе нашей обучающей выборки, сгенерировало голос. И вот давайте, допустим, посмотрим, какой у нас реальный голос. Это реальный голос, настоящий, записанный со студии. А это голос искусственного интеллекта. Я перевел сообщение на сайте DataBoom, перевел его на французский. И вот давайте послушаем. Сейчас, если вы услышите. DataBoom, Казахстан и партенеры Белайн, Колеса Групп, КПМГ, Альстом Групп и Отбаси Банк, что означает, что наши дипломы имеют лучшие шансы найти работу в этих entreprises. Это большая возможность для нас и наших студентов достигать новых сомнений, реализовать свой потенциал, развиваться и развиваться в мире с анализом данных. Если выйти, она сильно французским акцентом говорит Колеса Групп и Отбаси Банк. Но на самом деле вы поняли. Записать, создать искусственный интеллект, который мы можем залить любой текст, она его проговорит. Ну, только на французском, конечно. На самом деле, наверное, вы видели уже в Ютубе появились похожие сервисы, которые переозвучивали там известные мемы на иностранные языки. Если вы там видели, есть видео в Ютубе, где Лукашенко говорит по-французски и так далее, но здесь все-таки это совершенно другие цели и совершенно другое качество, потому что здесь мы создаем аудио студийного качества и абсолютно никакой разницы и никаких, как сказать, никаких уязвимостей в плане интонации мы здесь не наблюдаем. И, соответственно, это был такой большой успех, потому что вместо того, чтобы вместо 10 дней мы можем буквально за пару секунд сгенерировать полностью готовый аудиотекст, чтобы вот его полностью на… он был адаптирован под наши нужды. Так, соответственно, я вам рассказал про то, какими мы сервисами обычно пользуемся. Очень много пользуемся такими сервисами, готовыми из коробки, как я и говорил вначале, и они называются Cognitive Services. То есть Azure Cognitive Services – это решение, которое на основе компьютерного зрения, обработки естественного языка, обработки фактур, обработки голоса, лиц и так далее создают Microsoft на основе собственных алгоритм, создают решения, и мы их можем просто брать и интегрировать ее с помощью кода в свои приложения. Но в том числе мы можем разворачивать свою инфраструктуру, создавать свои виртуальные кластеры, виртуальные машины на облаке Microsoft. Это называется Azure Machine Learning, где мы можем разворачивать свои собственные алгоритмы, свои коды для того, чтобы тренировать модели искусственного интеллекта. Ну и в том числе у нас есть какие-то решения для того, чтобы, во-первых, реализовать все это в виде... Ну, многие знают, что дата-сайентисты экспериментируют на компьютере в виде таких Jupyter ноутбуков, но они на самом деле не очень удобны для использования. И, скажем, любая команда разработки ненавидит дата-сайентистов за это, и, соответственно, хороший ML-инженер, ну, то есть уже не дата-сайентист, а уже ML-инженер, он должен интегрировать весь этот искусственный код для того, чтобы с ним могли работать фронтендеры, бэкендеры и любые другие специалисты, которые уже разрабатывают финальные приложения. То есть создать на основе вот этого кода, который реализовали дата-сайентисты, создать такой веб-сервис. И для этого у нас вот все... То, что вы видите, инфраструктурные решения, которые есть в облаке Microsoft. Ну, и в конечном счете чаще всего результатом анализа может быть какая-то статистика, которая может... Если это не финальное мобильное какое-то или там веб-приложение, которым пользуются сотрудники компании или клиенты компании, то это может быть какой-нибудь отчет для отдела финансов для того, чтобы анализировать аномалии и так далее. И давайте я вам покажу, просто продемонстрирую еще раз вот эти все сервисы. Ну, допустим, это у меня уже моя личная подписка, и я там тестирую. Вот так выглядит, допустим, сервис Microsoft Azure Machine Learning. И здесь у меня, допустим, есть какой-то код, который я использую для того, чтобы там, скажем, я экспериментирую с моделью Lama, такие open-source на LLM-модели. Это такой чат GPT, который крутится локально. Или, предположим, у меня есть какие-то auto-email, которые мы тоже рассмотрим на курсе, ближе к концу нашего курса. Или у меня есть дизайнер для того, чтобы у нас была возможность какие-то определенные блоки кода импортировать в виде вот таких вот наборов компонентов, которыми я могу манипулировать. На самом деле это очень удобно, вот так визуализировать весь свой код в виде каких-то вот таких визуальных образов, в таких виде картинок, в виде таких вот образов. Можно просмотреть, как вообще происходит вся обработка моих, ну, моих данных, допустим, перед тренировкой или вообще в целом, как происходит тренировка и так далее. И в конечном счете я могу там сохранить разные модели и на основе этих моделей уже создать, скажем, веб-сервис. Ну, предположим, вот здесь. А, так, ну это у меня уже немножко другое. Вот, допустим, это конкретный искусственный интеллект и разрабатывает то, чтобы анализировать проплаченные комментарии. И он здесь говорит, что это Deceptive, то есть он выглядит, что искусственный интеллект анализирует этот текст и думает, что текст выглядит как проплаченный. Но это уже мой такой сайт, личный проект был для анализа, для анализа проплаченных комментариев в интернете. Просто чтобы вам показать, как вообще в целом выглядит, допустим, работа дата-сайентиста, чаще всего это вот такие Jupyter ноутбуки, где он проводит разные эксперименты, анализирует, анализирует то или тот или те или иные данные и так далее. И, соответственно, разработчикам все это нужно, потому что им нужно как-то все это интегрировать. И, допустим, в том числе задача разработчика – это вот создать такой код, тот же самый код, но в виде таких вот скриптов, в виде такого уже профессионально организованного репозитория с юнит-тестами, с разными классами, с разными, допустим, уже организованными в виде функций кодами, скриптами и так далее. И после того, как все это реализовано, скажем, создать пайплайны для того, чтобы все это выкатывать, то есть автоматизировать весь этот процесс конвертации вашего скрипта в, скажем, веб-сервис, который будет крутиться уже на сервере вашей компании и будет интегрироваться с тем или иным уже другим отделом. Это, скажем, конкретные уже примеры того, как все происходит, индустриализация, и на что вообще похожа в целом работа ML-инженера. Вот у нас, допустим, есть какие-то есть GitHub Actions. На самом деле мы GitHub не так часто пользуемся, что мы используемся аналогом GitHub, это Azure DevOps, такое полное решение для того, чтобы для такой гибкой разработки там есть какие-то у нас бэклоги, юнит-тесты, артефакты, вот, опять же, CICD-пайплайны и так далее. То есть это такие уже вещи, которые касаются непосредственно разработки и так далее. И они, вполне возможно, не очень будут вам интересны именно в рамках данного курса, но, по крайней мере, я считаю, важно вам показать, на что в целом похожа работа ML-инженера. Так, давайте вернемся к презентации. Мы, собственно, в принципе, все закончили. Я вам дам ссылки на несколько YouTube-записей. Допустим, мы проводили, потому что несколько мастер-классов с компанией Data Boom по, во-первых, по тому, как был реализован конкретно проект поиска, визуального поиска потерянных запчастей на заводе, и в том числе презентация OpenAI, потому что OpenAI все-таки, наверное, нет необходимости представлять. Это такое сейчас очень популярное решение, чат GPT. И просто для информации, чат GPT крутится так же. Все, когда вы заходите на чат, то это OpenAI.com. Сейчас эта инфраструктура развернута на облаке Azure. И Microsoft владеет 49% акций компании OpenAI. И в целом вся модель OpenAI, то есть чат GPT, они все были развернуты и натренированы на кластерах Microsoft. Ну, соответственно, это такой тоже один из успешных кейсов применения Azure, и которым вы наверняка пользуетесь ежедневно. Поэтому, если у вас есть вопросы, то, а на и вы, если так можно вас попросить, выступить в роли модератора. Так, меня слышно? Да. Все, супер. Ребята, если у вас есть вопросы, задавайте, можете голосом, можете писать. Вот, а ребят будет отвечать. В целом тут классные реакции на все, получается, кейсы, которые вы демонстрировали. Демонстрировали, поэтому все прям, мне кажется, заряженные. Так. Курс, да, длится пять недель. Бахит Адилова спрашивает. Курс длится пять недель с 18 ноября по 24 декабря. Для участников вебинара действуют специальные условия. То есть 49 900 тенге – это как раз-таки вместо почти 100 тысяч тенге, которые будут потом. Поэтому все, кто сейчас здесь, лучше забронируйте места. Можно даже по предоплате. Вот. А сам курс стартует уже в субботу. Жизира спрашивает, Алибек, для работы в данном направлении нужно ли иметь математическое образование? Ну, у меня нет математического образования. У меня есть айтишное образование, ну, в смысле, компьютер-сайенс образование. Поэтому вот я пример того, как… Ну, на самом деле, опять же, скажу, что я вам объяснил, что есть в этой сфере, помимо дата-сайентистов, которые вот конкретно занимаются уже глубокой математикой, есть и в том числе e-mail-инженеры, которые больше занимаются интеграцией именно уже искусственного интеллекта в приложении клиентов. И, скажем, дата-сайентист может заниматься какими-то фундаментальными вещами, например, компрессией моделей, придумать свои алгоритмы, то e-mail-инженер, он больше использует то, что было реализовано, он в том числе может также натренировать искусственный интеллект, но его задача в том числе как раз таки вот упростить вот эту интеграцию в приложении. Подробнее о том, что будет на курсе. Да, на курсе у нас будет пять модулей. Первый модуль – это просто знакомство в целом с Cognitive Services, о том, что вообще, что это такое, как они работают, настройка нашей среды, потому что так как мы ориентируемся в том числе и на новичков, то для них будет в том числе настройка среды разработки, установка Visual Studio Code, Python и так далее. И все ключи, они будут с моей подписки, поэтому мы предоставляем через наставников, будут предоставляться ключи для того, чтобы пользоваться тем или иным сервисом. Второй модуль посвящен обработке компьютерному зрению, то есть все, что связано с обработкой изображений, счетов фактур, оцифровки текста и так далее. Третий модуль посвящен обработке естественного языка, то есть все, что связано с переводом текста, классификацией текста, анализа эмоций в тексте и так далее. Четвертый модуль посвящен использованию OpenAI сервисов, то есть ChatGPT и не только, потому что на самом деле OpenAI — это не только ChatGPT и так далее. И пятый модуль — это использование Azure Machine Learning, то есть создание своих собственных алгоритмов, искусственного интеллекта со своими собственными данными и так далее. Но, конечно, упрощенно, упрощенно с использованием уже каких-то готовых библиотек, готовых заготовок в виде того, что я показываю на экране код, компилирую его, и вы, соответственно, адаптируете его под задание, то есть повторяете и делаете со своими собственными данными. Так, тут пока вопросов нет. Ага, вот, еще вопрос, Лебек. Зачитать вам или вы видите? Если есть смысл покупать курс, если нет никакого опыта в программировании. Так, вот это вопрос. А, нет, по каким... А, у вас есть еще какой-то вопрос. У меня вопрос, по каким дням будет курс, сколько времени в день будет необходимо. Так, ну это, наверное, больше к вам-то уранный вопрос. В целом, по каким дням? А, Лебек, у вас обычно в выходные дни, да, вебинары, по субботам? Ну, в этом курсе мы, скорее всего, возможно, мы будем проводить вебинары по пятницу, пятницу вечера. Ну, это еще уточним, мы еще немножко вот эти рабочие моменты, вот последние моменты уточняем. Либо в субботу в обед, либо в пятницу вечером будут еженедельные вебинары. А в целом материалы предоставляются свободно, то есть вы можете, в зависимости от того, как вам удобно, смотреть эти материалы, адаптировать их под свои нужды. А по поводу наставников, наверное, вот она и может рассказать, как будет наставник помогать. Да, с вами будет работать наставник, то есть есть наставники дежурные в чате, которые будут отвечать на ваши вопросы, которые вы будете задавать в общем чате учеников, но у вас еще и будет у каждого личный наставник. То есть любой ваш вопрос вы можете написать либо личному наставнику, либо дежурному наставнику в чате. То есть вопросы без внимания не остаются. С Алибеком у вас будут вебинары, а уже после будут занятия на практике, которые вы сможете как раз-таки решать с наставниками. Тут еще спрашивали, в целом на платформе, на той же самой антитренинге, где обычно проходят курсы за табум, вы сможете смотреть занятия в любое удобное для вас время и выполнять задания тоже в зависимости от того, сколько у вас есть свободного времени. Но в целом, по-моему, говорили то, что час-два в любом случае уделяют. Я просто хочу обратиться к участникам. Я вот вижу среди участников Руслана Арифулин. Руслан, привет. Здравствуйте. Потому что я Руслана знаю, очень крутой дата-инженер. Да, и был спикером у нас, кстати. Да, поэтому Руслан, привет. Очень рад тебя видеть. Супер. Так. А, тут еще написали то, что этот курс предусмотрен для тех, кто хочет автоматизировать текущую работу интеграции ИИ. На самом деле этот курс, во-первых, красной нитью курса у нас идет подготовка к сертификационному экзамену Azure AI... Так, я напишу сейчас. Microsoft AI 900. Это такой сертификационный экзамен, который проверяет ваше в целом знакомство с облаком Azure, с тем, какие сервисы существуют, как их можно интегрировать и так далее. Нет, это больше, наверное, ознакомление с тем, какие уже существуют сервисы искусственного интеллекта и как их можно интегрировать в свои рабочие процессы и в целом вообще как можно начать пользоваться искусственным интеллектом. И я сказал, последнюю неделю у нас будет в том числе посвящена тренировке своих собственных моделей. Но это, опять же, такой ознакомительный курс, вот такой вот, скажем, базовый уровень ML-инжиниринга, если можно так выразиться. Именно общее понятие, то общее, какие существуют отрасли в искусственном интеллекте, какие существуют в целом сценарии использования искусственного интеллекта и так далее, потому что, на самом деле, не все это так просто понимают даже функционально, как все это работает. И, наверное, тут как раз к вопросу, есть ли смысл покупать курс, если нет никакого опыта в программировании. Подойдет ли он новичкам? Да, мы ориентировались как раз-таки на новичков, потому что мы с вами будем с нуля полностью все устанавливать, все настраивать и так далее. И в том числе курс бы подошел бы тем, кто хочет ознакомиться с программированием, в том числе, может быть, через вот эти практические задания улучшить свое понимание программирования. То есть как раз-таки новичку он даст свои какие-то азы, да, в программировании? В том числе, в том числе, да, потому что все-таки мы код, конечно же, будем, у нас нет таких заданий, которые вот новичок не смог выплатить, потому что мы код будем предоставлять, и в том числе даже базовая там компиляция кода, создание скриптов и так далее, она... во время курса это все будет ясно. Конечно же, конечно же, какие-то фундаментальные вещи, скажем, циклы, функции и так далее мы будем каждый раз отрегивать, но вскользь, но тем не менее на практике вы точно увидите, когда увидите, как это работает, вам станет сразу ясно, потому что это все-таки будут практические задания, а не задания из типа там Hello World, постоянно одно и то же Hello World, и не совсем понятно, как все это используется на практике. Супер. А знание английского языка, оно важно? Оно важно. Оно важно, потому что я советую сдавать, потому что все-таки один из критериев успешного завершения курса будет успешное прохождение экзамена, Яй-900. И я советую всем обычно сдавать экзамены на английском языке, потому что часто перевод возникает такой немножко топорный. Но базовое знание хотя бы письменного английского языка, оно важно, потому что все-таки устного английского языка у нас не так много будет, наверное, но письменного английского языка знание важно. Банально использование Visual Studio Code на английском языке, оно предпочтительнее, потому что даже если вы будете какие-то проблемы будут с кодом, то искать их, в принципе, нету, будет гораздо проще на английском языке. Понятно. А теперь вопрос. А вот после курса что ученики получат в том плане, то что будут ли какие-то проекты у них, что они... Ну, если назвать проектами, допустим, те наши домашние задания, то да, у них будет конкретное, допустим, если студент не владеет в целом программированием, то у него будет уже несколько реализованных каких-то мини-проектов на языке Python конкретных, с конкретным сценарием, с конкретной четкой задачей, с четкими входными данными, четкими выходными данными. И если он хорошо учился, то будет понимание того, как все это работает. Если это более продвинутый пользователь, который уже знает основу программирования, то у него вполне возможно будет уже сценарий того, как он может то или иное решение интегрировать уже в существующий проект. Супер. Еще раз давайте проговорим то, что курс уже стартует в эту субботу, 18 ноября. Он будет длиться 5 недель. За эти 5 недель вы будете находиться не только в тесном... ну, в чате с преподавателями, но также и с наставниками. То есть все будут вовлечены в процесс вашего обучения, и вот эта цена, которая сейчас 49 900, она вот действует буквально-таки вот эти дни, и только для участников вебинара, потому что везде будет, ну, другая стоимость. И на курс мы набираем очень мало человек, потому что это только второй поток у нас, и он дорабатывается в любом случае, какие-то фишки вносятся уже на второй поток, и поэтому как раз-таки важно сейчас купить, потому что вот как раз количество мест на курс ограничено. Это не так, как на других наших курсах, которые по Power BI, SQL, Excel и Python, потому что там уже есть как бы... существует план, сколько мест, сколько учеников, сколько наставников и так далее, но здесь из-за того, что это второй поток, все дорабатывается, и в любом случае, если хотите сейчас освоить какие-то навыки программирования и применять уже искусственный интеллект и научиться работать с ним, то записывайтесь. Ссылку мы уже в чате отправляли, и Алибек на презентацию демонстрировал тоже QR-код. Если нужна еще раз, то сохраняйте ее, вот, и тогда... Да, и просто, чтобы завершить, если хотите, давайте просто на завершение давайте какой-нибудь текст дайте, и с вами французская журналистка попрощается. О, очень хорошо. Но, опять же, если желательно, на латиницей, потому что кириллицу она не распознает пока что. Классно. Напишите любой текст, не обязательно на французском, просто напишите, можете на русском попробовать написать, посмотрим, что она скажет. И вы скажете, то, Ланэ, когда будет этот текст, а в беседе я его вставлю. Хорошо, давайте, ребят, активнее напишите что-нибудь, и Алибек как раз ставит, посмотрим, как это работает прямо сейчас в режиме реального времени. Сейчас я проверю, вас сейчас слышно или нет? Привет, как дела? Да, слышно. Привет, как дела? Прикольно. Тут вот ребята пишут, всем удачи на новом курсе, мы все соток, неудобно. Ну, давайте, давайте тогда вытолоним. А, здесь много, вот смотрите, Аслан написал, было очень интересно и познавательно за искусственным интеллектом будущее. Давайте. Спасибо большое. Вот на этой ноте мы можем завершить наш вебинар. Давайте еще раз, мне очень понравилось, давайте. Надо просто «т» добавить, вот, еще раз давайте пробуем. Класс, тут все пишут, спасибо. Интересно, Алькен, Рахмед, Алибек, круто. Спасибо вам, спасибо. Спасибо большое за ваше время, ребят, ждем вас всех на курсе, сохраняйте ссылку и увидимся. Мы тогда прощаемся. Всем пока. Да, Жанна, вы можете, я еще пока вижу, что вы подняли руку. Ну, хорошо. Продолжение следует. Спасибо.